Супервидео это полноценный обучающий курс по видеосъемке. Давайте перейдем к пункту подробное содержание курса. Давайте я сейчас буквально в двух-трех словах быстренько пробегусь по каждой из этих глав, чтобы вы смогли сложить общую картину того, что вас ждет в курсе супервидео. Итак, поехали. Первая глава называется «Выбор камеры и другого оборудования для видеосъемки». В ходе данной главы мы расскажем вам, какое оборудование вам понадобится для видеосъемки. Мы поговорим про различные камеры и узнаем, чем они отличаются друг от друга. Также мы расскажем, как выбрать камеру именно вам под ваши конкретные задачи. Помимо камер мы также поговорим и про другое оборудование, в том числе про штативы, объективы, карты памяти и многое другое. Идем далее. Вторая глава называется «Основы видеосъемки. Правильная настройка камеры». В этой главе мы уже начнем снимать, начнем работать с камерой и в ходе данной главы вы познакомитесь со всеми основными параметрами при настройке камеры. А также узнаете, как настроить эти параметры таким образом, чтобы получить максимально красивую картинку. Далее у нас идет третья глава, которая называется «Освещение для видеосъемки». Как вы, наверное, прекрасно знаете, свет является очень важным элементом, очень важным аспектом при видеосъемке. Поэтому в этой главе у нас находится аж целых 11 видеоуроков. И в ходе данных видеоуроков мы поговорим о том, что такое свет и для чего он нужен. Поговорим о разных видах освещения, поговорим о разных типах источников света. Познакомимся с различными видами света. Ну и, конечно же, на практическом примере очень подробно разберем популярную трехточечную схему освещения. Это та схема освещения, используя которую вы сможете добиться очень красивой киношной картинки. Ну и, конечно же, в ходе данных уроков мы поговорим про рисующие, заполняющие игнотровой источники света. Поговорим о том, как их правильно настраивать и как их правильно располагать в сцене. Идем далее. Далее у нас идет четвертая глава, которая называется «Запись звука. Выбор хорошего микрофона». Я думаю, многие из вас, снимая видео на камеру, писали звук на встроенный в камеру микрофон. И затем, когда вы просматривали полученный результат, картинка была хорошей, а вот звук, как правило, всегда хромает. Слушать его просто-напросто невозможно. В нем присутствуют различные шумы, помехи, трескания и так далее. Почему так? С чем это связано? Все дело в том, что камеры или видеокамеры, они не предназначены, как правило, для записи хорошего и качественного звука. Поэтому для записи звука нам потребуются отдельные микрофоны. Как раз в этой главе мы и поговорим очень подробно про микрофоны и о том, как, используя данные микрофоны, получить очень качественную и чистую аудиозапись. Далее. Далее идет у нас глава под номером 5 и называется она «Основы композиции и построения кадра». В этой главе, в ходе данной главы, мы поговорим о том, как правильно выстраивать ваш кадр. Мы поговорим о том, как придать кадру глубины, как дополнительно выделить главный объект в кадре. И, конечно же, мы поговорим об очень популярном правиле третей. Когда его нужно использовать, а когда его лучше избегать. Далее у нас идет глава под номером 6. Она называется «Правила видеосъемки для хорошего монтажа». Как вы, наверное, заметили, в последнее время правильный монтаж стал отходить на второй план. И очень часто нам встречаются примеры очень грубого, резкого, скачкообразного монтажа с джамп-катами. И в этой, в ходе данной главы, я расскажу вам, как избежать такого монтажа и как снимать ваше видео монтажно. Что это значит? Это значит, что мы будем учиться снимать ваши шоты таким образом, чтобы они впоследствии хорошо монтировались, то есть соединялись друг с другом. И стыки между ними были незаметны. Далее у нас идет седьмая глава, которая называется «Видеомонтаж в Premiere Pro». Здесь, в принципе, все понятно. В ходе данной главы мы обзорно познакомимся с видеомонтажом в программе Premiere Pro. Далее идет глава «Постобработка и видеоэффекты в After Effects». Постобработка – это очень важный этап работы с любым видео. Мы сначала видео отсняли, затем мы его смонтировали, а затем мы его постобрабатываем, если так можно сказать. Например, в программе After Effects. И на данном этапе мы можем сделать нашу картинку круче, лучше и качественнее, а также добавить какую-нибудь графику. Как раз об этом этапе, кстати, об очень интересном этапе работы, мы и поговорим в ходе данной главы. Я расскажу вам про программу After Effects, про основные приемы работы в ней. Мы поговорим про работу с текстом, про анимацию, про шейповую анимацию. Поговорим о цветокоррекции, ну и, конечно же, рассмотрим еще много чего интересного. Потому что программа After Effects, она очень разнообразна, многоплановая, и в этой главе есть о чем поговорить. Далее идет глава «Обработка голоса и звука в Adobe Audition». В предыдущей главе, как вы помните, мы на этапе постобработки обрабатывали наше видео, чтобы сделать его лучше. В главе номер 9 мы таким же образом на этапе постобработки будем обрабатывать нашу аудиозапись, потому что ее также мы можем сделать лучше и привлекательнее в программе «Аудишн», Adobe Audition. И для записи данной главы мы пригласили профессионального саунд-дизайнера Александра Карелина. И здесь он в течение пяти уроков расскажет вам различные секреты, приемы и фишки обработки аудиозаписи в этой замечательной программе. Далее идет глава под номером 10 «Видеосъемка на зеленом-синем фоне основы Кейнга». Как вы знаете, как вы знаете, видеосъемка на цветном фоне в последнее время стала очень популярна, и сейчас любой желающий в домашних условиях может натянуть цветной фон, снять на нем видео, а затем заменить этот цветной фон какой-нибудь красивой картинкой, видео или 3D-анимированной графикой. Как раз в ходе данной главы мы и поговорим о том, что вам понадобится для съемки на цветном фоне, какое оборудование вам выбрать, как правильно разместить фон, как правильно его осветить. Ну и конечно же мы поговорим про этап удаления цветного фона из видео в программе After Effects. Очень интересная глава, всем ее рекомендую. И в заключение у нас идет 11 глава, практические примеры видеосъемки. В ходе данной главы Марсель расскажет вам на практических примерах, как снимать видео на черном фоне, на белом фоне, как снимать видео в стиле Apple и так далее. Очень интересные практические приемы. Вот в принципе все. Я желаю вам всего самого доброго и приятного изучения курса Супер Видео. Супер Видео. Продолжение следует...